всем привет давненько я не снимал видосов наварили какую-то гору пива и в общем-то все забито хочется творчества хочется что-то творить и решили разнообразить немножко на канале добавить немножко кулинарных таких моментов рецептов ну потому что я не знаю кто как но я вот например пива в принципе не представляет для себя без мяса то есть ну как это как и не без я не как не знаю как летчик без неба как доктор без шприца там какой-нибудь пилюлик что делать к пиву надо готовить мясо значит у меня на самом деле здесь много приспособлений для приготовления мяса коптильня горячего коптильня хорошего холодного копчения но это правда для рыбы и вот такой вот маленький тандыр вот про него то я сегодня хочу рассказать штука на самом деле не сильно дорогая и не сильно сложное в вращении поэтому если кто-то как-то приглядывается к ней но в себе сомневается ну на самом деле мне кажется стоит попробовать потому что в нем можно приготовить такие блюда которые ну вот я во всяком случае на мангале приготовить не могу и даже если брать классический например шашлык свиной то до кусочки наши прямо великолепно лучше не придумать а если например смотреть сторону куда-то курицы или баранины тем более то тандыр ну вот для меня дает просто вот 10 очков вперед тандыр да не буду рассказывать про устройство есть профессионалы которые наверно в интернете можно найти тысячу видео которые рассказывают как вся эта штука лепится какие тут толщины стенки из каких материалов там ойлок с глиной раньше был да или там с шерстью ну то есть но сейчас понятно какие-то были технологичные материалы какая суть там дыра толстые стенки внутри мы разводим огонь нагреваем весь этот объем все эти толстые стенки а стенки действительно толстые то есть если посмотреть то это такая солидная толщина и потом когда прогорает там весь огонь стенки уже нагреты идет инфракрасное излучение соответственно опускаем туда наше мясо и она по сути готовится ну как в духовке наверное если же мы оставляем на дне немножечко углей то это не только духовка это еще и немножко жарко такая сверху все это нужно ну например с бараниной я вот не такой великолепный кулинар как много у нас в интернете коллег есть по цеху вот баранину тем более если взять пара мне но вот такого формата ну и и мне сложно достаточно на углях приготовить таким образом чтобы она равномерно запеклась и вот вот прямо вот все получилось сочные не пересушить но прожарить и ну в общем я не могу в случае с тандыром прекрасно разводим огонь прогреваем снимаем крышечку берем ногу насаживаем на вертел открываем и оставляем минут на 40 на час получается отличная баранин ага два слова как устроен тандыр я уже показываю есть маленькая крышечка есть большая крышечка развели огонь накрыли нагрели положили ногу быстро отлично просто очень просто вкусно очень вкусно ну чё сейчас небольшой рецепт что же мы будем делать с нашей бараньей ногой поехали поехали поскольку у нас семье я отвечаю за пиво заготовку отвечает жена пришлось привлечь на этот музыкальный канал в эту обитель четких пацанов любителей пива профессионалов пива пришлось привлечь женское население но любовь ваш выход рассказывайте что как богат всем привет да муж привез ногу нога баранье бедро не самая лучшая часть почему не сейчас я замаринуем чтобы вечером приготовить в тандыре маринад на мой взгляд самый простой который только возможно мы смешиваем в равных частях горчицу обычную и я люблю французскую горчицу зернышко да она придает свой определенный такой вкус соответственно как бы ее туда добавляем две части две ложки столовые обычной горчицы 2 французской 4 ложки соевого соуса по вкусу добавляем соль и перец кто как любит самое самое что больше не люблю положить по вкусу и готовить до готовности два момента да нет но на самом деле чтобы было вкусно вот ты можешь попробовать даже сейчас там я не знаю на вот хочешь на попробуй пальцем рукой ничем хочешь а ну и сейчас уже вкусно вот это называется по вкусу да то есть когда ты посыпаешь и пробуешь и понимаешь что тебе вкусно а если кто-то решит повторить и он не знает как им должно быть вкусно сколько все-таки потом соли соль и щепотка что соевый соус достаточно соленые сам по себе можно вообще не добавляет соль в принципе и про столица просто я люблю посолонее а перец тоже опять же как любите не не понятно здесь добавлен до добавлен чеснок еще дроблены мы его любим и поэтому складываем везде опять же любите кладите не любите и без него баранина свежая будет хороша и веточки розмарина да они круто всегда не потертые они с мясом хорошо пахнут пока мясо будет мариноваться она пропитается этим ароматом и сильного запаха не даст но тонкая нотка такая хорошая очень будет ну и собственно и обмазываем нашу ногу да там везде 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 чтобы она хорошо хорошо было со всех сторон намазано про ногу да тоже есть нога для мальчиков есть нога для девочек да то есть вообще нога на состоит из двух частей без нога вот это вот нижняя часть ноги а есть верхняя часть ноги верхняя часть ноги это лопатка называется нежная нежнее чем просто не работает но на нем мало мяса меньше чем берут покупает короче реже можно переложить сразу на фольгу чтобы уже сверху просто снизу помазали соответственно как бы сюда уже можно доложить прямо с веточками розмарина чтобы все это у нас красивенько так лежала и вкусно напитывала мясо вообще идеальный вариант конечно все это делать на сутки но на сутки не пройдут точно он гораздо быстрее его съедим она уже сейчас очень привлекательно пахнет а на вкус вот ваша пробовал маринада можно есть просто сейчас все замотаем порежем вот и собственно мы обмазали снизу обмазали сверху доложили она будет подсекать к низу поэтому собственно то что сверху у вас то вполне себе нормально больше маринада но все постепенно оползет значит берем закрываем можно сложить у кого есть кулинарный пакет да можно ставить кулинарный пакет может сложить в обычный пакет можно замотать как я фольгу и положить холодильник не в морозилку а именно в холодильник ну хотя бы часов на шесть минимум да потом чем больше тем лучше чем дольше пролежет нога тем лучше идеальный вариант сложить на сутки и завтра вечером и запечь но в конечном итоге сейчас тоже там часов через шесть будет очень-очень вкусно часов через 6 6 часов мы будем ждать три часа максимум вечер пока тандыр пока приготовиться в общем все дальше покажем уже как будет выглядеть готовая еще надо тандыр развести показать как тандыр как все это опускается но это уже технически прекрасная нога отлично это кстати два килограмма ноги что-то по цене она получается ну рублей за 400 400 за килограмм то есть ну вот 800 рублей в принципе ну не сказать что какое-то супер экзотически дорогое мясо очень вкусно очень необычно ура ждем вот тандыр поставили там вот внутри маленькие щепочки нельзя сразу делать сильный поддув чтобы все это там полыхала но и такой баланс соблюдать чтобы и не полыхала бешеный он не перекалился и соответственно чтобы не погас ну и вот вот в таком ключе небольшими щепочками ну где-то тоже около часа я его растапливаю вот надели верхнюю крышку на самом деле достаточно сложный процесс добиться чтобы пламя оттуда выплескивалась как бешеная но при этом вот все так равномерно аккуратно прогревалась значит сейчас там внутри черная чернота и все в саже это не это нормально и показателем хорошо прогретого тандыра является то что вся эта сажа сгорает он изнутри становится белый белый я не знаю как на других тандырах на моем внутри какие-то надписи ну там маркировка производителя еще что-то и вот я прямо четко понимаю что сейчас все черное все нечитаемое как только проступят эти надписи все побелеет вот тогда можно закладывать шашлычки или ногу или ну в общем овощи все что угодно вот про что я говорю про белые стеночки вот внизу угольки их надо дожечь чтобы они были уже ну как шашлык ставить вот такие же а так вот все изнутри белая фокус на туда наводится фокус на телефон спалю сейчас эти угольки немножко догорят и можно ставить ногу будем считать что нога промариновалась конечно 6 часов я не выдержал честно прошло часа четыре откроем посмотрим вот как-то так наверное даже ничего не изменилось особенно не был цвет поменялся и боже мой какой запах значит сейчас будет операция по закладыванию в тандыры это не очень удобно то что верхнее отверстие оно сильно шире вот этой части поэтому я вот делаю вот такую приспособу то есть суть какая что закладывается изнутри пропихивается нога верхнюю крышку вот этот вырез чтобы залезала крышечка и тогда нога висит и равноверно пропекается и крышечка сверху закрыта чтобы тепло внутри сохранялась сейчас попробуем вот так вот выглядит нога насколько это возможно снять вот она подвешена сейчас я сверху и закрою крышечкой плюс тандыры по сравнению с мангалом что даже когда жир начинает капать ничего там не загорается потому что доступа воздуха такого открытого нету шкварчит но все закрываем и минут на 30 вставляем ну на 40 но не больше 40 кушать хочется ну что час ожидания прошел вот такая получилась нога сверху это шкурка пригоревшая ну все запеклось шкурка жирик да ну не знаю насколько надо счистить жир обязательно сверху который подгоревший да но дальше вот такая вот красота и сочное сочное прекрасное да мы идем дальше это есть вам желаем творческих успехов ну и приятного аппетита наконец-то ура ну давай еще кусочек отрежь ближе к кости как-то не ну по вам прекрасно прекрасно ну все получилось всем желаем успехов повторяйте наши подвиги делайте как мы делаете лучше нас ура